Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. В 90-м на зависть полиция завалена делами о вооруженных разборках и убийствах. Где стреляли на этот раз? Не погазуешь? На автозаправках цены на газ бьют рекорды. С чем связано это подорожание? Техасский потоп. В Америке подсчитывают количество жертв урагана Харви. Чего ждать дальше? Адвокаты Фемиды. Румыны массово вышли в поддержку судей. От кого защищают? Стали известны подробности вооруженных разборок в Ивано-Франковске в минувшую субботу. Казалось, что в этом деле фигурирует бывший депутат Горсовета и сын генерала МВД. О чем еще рассказали полицейские сегодня? Подробнее расскажет Жанна Дучак. В полиции Ивано-Франковска наконец-то прокомментировали субботнюю перестрелку. Говорят, имена участников установлены. Игорь Халаменда, бывший депутат Горсовета от партии регионов. Владелец продуктового рынка, известен по кличке Бура. Неоднократно участвовал в криминальных разборках. Анатолий Француз младший, сын бывшего начальника милиции Ивано-Франковской и Римницкой области, генерала МВД и героя Украины Анатолия Француза. Стрелял и кто-то из них, в полиции пока не говорят. Но уверяют, имена стрелков им известны. На данный момент следствием попередньо установлены уже особи, которые проводили пострелы. С одной из особей мы общались. Другая особа пока что в месте находления ее, нами пока что не установлено. Напомню, инцидент произошел в субботу. На летней площадке одного из ресторанов отдыхала компания, около 10 человек. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в перестрелку. Свидетели рассказывают, все произошло мгновенно. Во время инцидента посетителей почти не было. Как только началась заварушка, персонал спрятался. Мы персонал весь сховали, все зашли на кухню, уникнули для того, чтобы не было никаких инцидентов. Как самого гостей не было. В результате перестрелки двое мужчин получили ранения. Все участники с места происшествия скрылись. Ближе к вечеру в разных районах города патрульные задержали две машины с участниками инцидента. Одну из них, Volkswagen Golf, догнали по дороге в областную больницу. В машине находилось три человека. Один тяжело ранен. Он проводит лечение в реанимационном отделении областной лекарни. Кроме того, оперативно нам установлено, что существует еще один раненый гражданин. Проте официально в закладе лекарственной области он не обратился за допомогой. И поспілкуваться с ним пока что нам не представилось возможно. Еще один автомобиль Nissan полиция задержала на улице сечевых стрельцов. В обеих машинах было оружие. Именно его использовали в ресторане. По факту перестрелки правоохранители открыли уголовное производство. Пока речь идет о покушении на убийство. Анастасия Старовой, Джана Дучак, Зиновия, Автонаст, телеканал Интер, Ивана Франковская. Накануне вечером стреляли и в столице. На Подоле, в парке по улице Кирилловской, на местных жителей напали трое неизвестных. Один из них открыл огонь. В результате один мужчина ранен в спину, у второго ранение в ногу, у третьего проникающее в живот. На месте происшествия полицейские нашли три гильзы. Стрелять ли из травматического оружия? Уже традиционно пострадавшие отказались подавать заявление в полицию. Теперь правоохранители решают открывать ли уголовное производство. По еще одному громкому делу о взрыве на улице Грушевского у силовиков до сих пор нет единой версии. Следователи отрабатывают несколько вариантов. Это и хулиганство, и покушение на жизнь военнослужащего. Так говорят в столичной прокуратуре. Оперативники ищут свидетелей этого преступления, изучают видео с камер наблюдения. К расследованию привлечена СБУ. Напомню, в день празднования Дня Независимости в центре Киева прогремел взрыв. Пострадали три человека. Это родственники героя Украины, офицера Валерия Чебенеева, а также его сослуживец. ДТП на железнодорожном переезде в Киевской области. Пассажирский поезд «Бердянск-Киев» протаранил «Лексус», протащив его 30 метров. Водитель и пассажир автомобиля отделались травмами. В полиции убеждены, что виновник происшествия водитель «Лексуса». Он проигнорировал предупредительные сигналы. Вследствие этой аварии поезд остановился на 4 часа, и многие пассажиры добирались до Киева пешком. В Украине продолжает лихорадить рынок автогаза. Только за минувшие сотки топливо подорожало на 50 копеек, до 16,5 гривен за литр. С чем связан этот скачок и какой отметки цена может достигнуть уже завтра, выясняла Любовь Кукла. Абсолютный рекорд последних лет. Еще в начале лета украинцы заправлялись по 10 гривен за литр. Сейчас цены выросли до 16, и это только в Киеве. В регионах цены еще выше. Водители возмущаются. Подорожание существенно ударило по кошельку. Конечно, если почитать, раньше можно было проехать на 200 гривнах, 100 километров. А сейчас это уже считать по полтора раза почти. Я в такси работаю, и заработки в разы уменьшились. Ну, в два раза точно. То есть тарифы остались те же самые в такси, а газ в полтора раза подорожал. Такие скачки цен эксперты объясняют дефицитом самого автогаза, в частности, импортного. Поскольку Украина зависит где-то по импорту процентов на 70, вот импортных поставок, в ближайших странах сопредельных, откуда мы возили автогаз, были остановлены заводы на профилактику, на ремонт. Это типичная ситуация для лета. И сразу же создался серьезный дефицит здесь, ресурсов внутри страны, которые заполнить было попросту нечем. Сыграли роль в подорожании, по словам экспертов, и проблемы с логистикой. Якобы у оператора-монополиста Укрзалезнити закончилась дистоплива, из-за чего не успевают формировать составы для перевозки. И теперь то, что раньше доставляли за три дня, сейчас могут перевозить в неделю, а то и 10 дней. Правительстве отреагировали на резкий скачок цен. Как сообщил замминистра экономического развития Максим Нефедов, первый вице-премьер Степан Кубев обратился в антивонопольный комитет, чтобы проверили, не было ли сговора трейдеров. Хотя эксперты успокаивают. Прежние цены все же вернутся. У нас один механизм регулирования цен – это рынок. И сегодня мы видим несоответствие, разбалансированный этот рынок, несоответствие спроса и предложения. Как только эти факторы выровняются, будет падать потребление, соответственно спрос будет падать. Правда, платить за газ в три дорого, придется еще больше месяца. По прогнозам аналитиков, топливо станет дешевле не раньше октября. Любовь Кукла, Лена Зеленская, Валентин Белич и Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Десять раз боевики провоцировали украинских военных на Донбассе с начала сегодняшнего дня. Противник использовал минометы и гранатометы в районе Авдеевской промзоны. На Приморском направлении обстреливали позиции армейцев в Красногоровке и Водяном. Потей среди наших бойцов нет. Украина продолжает восстанавливать Донбасс. Сегодня Институт иностранных языков, который до начала боевых действий переехал в Бахмут, получил новое общежитие. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Виктория из города Счастье, Луганской области. Изучает профессионально английский и французский языки. Для нее и сокурсников сегодня открывают общежитие на 100 человек в подконтрольном Украине, Бахмуте. Это очень большое событие для всех и студентов, и преподавателей нашего института. Очень веселое, которого мы очень долго ждали. Это хорошее событие, что у нас наконец-то появилось наше общежитие, и ребята смогут спокойно, нормально, в хороших условиях здесь проживать. Три года назад известный в Донбассе Горловский Иньяс вынужден был переселиться в Бахмут. Сюда переехали преподаватели и около тысячи студентов. В основном из Донецкой и Луганской областей. Очень тяжело было переживать, выживать без материальной базы. Университет переехали просто люди, студенты и выкладчики. И сегодня, когда этот институт будет иметь жилье для студентов, это очень важно и для нас, для базового университета, и, конечно, для тех людей, которые стали переселенцами. Президент второй раз за минувшие несколько дней на Донбассе. В соседнем Покровске открыл школу, в Бахмуте – общежитие. Здесь до передовой полчаса пути. Я очень осторожно слушаю дерево, чтобы сказать, что три дня мы пока не имеем права по всей линии. По словам Порошенко, он убежден, что Горловский институт вернется в родные стены. Если только перестанут стрелять, будут созданы все условия для того, чтобы Украина вернулася на Донбасс. Ваш, уважаемый, вы значительный учебный заклад, Горловский институт иноземных у Донбассского государственного педагогического университета, имеет возможность вернуться в Горловский институт. Пока что новый дом на освобожденной территории обрели около 700 студентов и преподавателей. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. Украинские суды признают военных и вынужденных переселенцев, пострадавшими от российской агрессии на Донбассе. Доказав вину в местных судах, люди подают иски в Европейский суд, и уже там требуют финансовой компенсации. Детали расскажет Елена Миндалюк. Александр Коломольцев, луганчанин, сразу после начала боевых действий на Востоке пошел добровольцем на передовую. Сейчас воюет в судах. Слушания в Сватовском суде Луганской области продолжались 8 месяцев. Мужчина из-за АТО потерял работу и дом, который захватили боевики. Первый суд выиграл, доказав, что стал переселенцем из-за вооруженной агрессии. У меня имелось необходимые документы, которые были извлечены из моего дома. То есть это документы российских солдат, которые у меня находились в доме. Татьяна Сердюкова I в Днепре доказала в суде, что в смерти ее сына Евгения виноваты не только боевики. Он погиб 31 июля 2014 года во время боев за город Шахтерск Донецкой области. Во многих регионах Украины суды уже признали факт агрессии Российской Федерации на Востоке Украины. На очереди около 100 исков, как от переселенцев, так и от родителей погибших бойцов. В Европейском суде по правам человека уже есть несколько десятков исков от граждан Украины. Они требуют, чтобы Россия возместила нанесенный ущерб. Елена Менделюк, Евгений Каднецов. Подробности телеканал Интер. Днепр. Охота на пациентов. Сотруднику немецкой клиники, который уже осужден за убийство нескольких человек, предъявлены новые обвинения. О самой масштабной гибели людей в истории современной Германии расскажет Татьяна Лагунова. 90 человек. Самое массовое убийство в истории послевоенной Германии. Медбрату Нильсу Хегелю предъявлены новые обвинения. Его подозревают в преднамеренном убийстве десятков пациентов в клиниках Нижней Саксонии. На кадрах из зала суда Нильс Хегель прячет лицо за красной папкой. Два года назад на этом заседании его признали виновным в убийстве двух пациентов и попытке убить еще четверых. И приговорили к пожизненному тюремному заключению. И вот сегодня прокуратура Нижней Саксонии заявила, жертв могло быть намного больше. Следователи эксгумировали останки пациентов, которые скончались в клиниках Ольденбурга и Дельминхорста, где работал медбрат. И пришли к выводу, он мог быть причастен к их гибели. Нильс Хегель вводил больным большие дозы лекарств, чтобы спровоцировать остановку сердца. А потом пытался их реанимировать, чтобы выглядеть в глазах коллег героем и профессионалом, который спасает жизни людей. Раскрыли его случайно. Один из врачей заметил, что Хегель вводит больному смертельную инъекцию. Приговор Нильсу Хегелю пересматривать не будут. Он и так отбывает в максимальный пожизненный срок. Но расследование его преступлений продолжается. В прокуратуре говорят, что установить точное число жертв санитара уже невозможно. Ведь тела многих пациентов были кремированы. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Париже лидеры европейских и африканских стран пытаются решить проблему беженцев. В столице Франции стартовал саммит по вопросам мигрантов. А пока местная пресса раскопала компромат на итальянские власти. Кто и кому давал взятки, как в этой истории замешаны Ливия. Продолжит Елена Абрамович. Минус 86%. Такая впечатляющая статистика снижения количества мигрантов, которых спасли в Средиземном море и привезли в Италию. Это сравнение данных за август нынешнего и прошлого года. Чтобы добиться такого результата, итальянские разведслужбы якобы заплатили торговцам людьми 5 миллионов долларов, утверждает издание Middle East Eye. Официальный Рим пока не отреагировал на эти обвинения. Но две недели назад министр внутренних дел Италии действительно прогнозировал значительное улучшение статистических показателей. Мы до сих пор в тоннеле, он длинный, но впервые я начинаю видеть свет в его конце. Нам было очень важно вмешаться в ситуацию по ту сторону Средиземного моря, и мы сфокусировались на Ливии. Ливийская береговая служба активизировалась. Теперь патрулируют значительно большие территории, заручились поддержкой европейских антимигрантских движений. Беженцев стали активнее задерживать и депортировать. А волонтеров, которые обычно спасали мигрантов от гибели в море и помогали добраться до берегов Европы, стали выдворять из акватории Средиземного моря. Вот судно группы «Защитим Европу». Их цель остановить в Средиземном море работу общественных организаций, которые почти ежедневно спасают беженцев. Две гуманитарные группы «Си Ай» и «Врачи без границ» все же приостановили свои спасательные операции. Пожаловались на угрозы со стороны ливийской береговой охраны и ненадлежащее обращение с мигрантами. Немецкий канцлер Ангела Меркель пообещала провести расследование этой ситуации. Ведь именно Германия официально финансирует работу ливийских патрульных и их обучение. Тем временем Берлин договорился об уменьшении потоков беженцев с Каиром. В этот раз речь идет об улучшении условий жизни мигрантов в Египте. Эта страна – транзитная точка для тех, кто пытается добраться в Европу. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Пострадавшего в результате ДТП с участием Нестера Шуфрича младшего сына Нардепа прооперировали и перевели в одну из частных клиник Киева, где его осмотрели израильские врачи. Сейчас молодого человека готовят ко второй операции. Пообщаться с пешеходом, которого сбил сын Нардепа Нестера Шуфрича, журналистам не разрешают. Он в реанимации. Сегодня утром мужчину доставили из 17-й больницы, где ему накануне сделали операцию на голове, в частную клинику. Сюда же приехали нейрохирург и представители одного из медцентров Тель-Авива осмотреть пострадавшего. Пациент пришел в сознание. Компьютерная томография свидетельствует о положительной динамике работы мозга. Но во время консилиума с моими коллегами из Израиля было решено сделать еще одну операцию сегодня ночью. Семье было предоставлено возможности получить медицинские услуги в Израиле, выбрать любую клинику в любой точке мира. Все очень зависит на данный момент от его состояния. Финансирование лечения молодого человека полностью взяла на себя семья Шуфрич. А пока отечественные и зарубежные медики спасают пострадавшего, правоохранители проводят следственные действия. Сыном нардепа подробностей при службе столичной полиции не сообщают, мол, эту информацию не разглашает следователь. Известно также, что подозрения виновнику ДТП еще не вручили. Напомню, в субботу поздно вечером на улице Шута Руставели в Киеве сын нардепа Нестера Шуфрича, находясь за рулем Бетли, наехал на 30-летнего пешехода. Таркологическая экспертиза алкоголя и других веществ правонарушителя не выявила. Виновник авария заявил, что намерен сотрудничать со следствием и до окончания процессуальных действий не покинет территорию Украины. Он сдал свой загранпаспорт. При службе нардепа подчеркнули, что элитное авто не принадлежит сыну Шуфрича. Машину предоставил автосалон для съемок клипа. Видео собирался снимать один из его друзей. Глава МВД скрывает свои доходы. Во всяком случае, Арсен Аваков не указал в декларации за прошлый год фирму Аф Италия, которая приносит ему сверхприбыль. Такое заявление сделал народный депутат Сергей Каплин. Он также сообщил, что от имени СПУ и социал-демократов обратился в НАБУ с просьбой о расследовании. Еще одно обращение направлено в НАЦБанк. По информации нардепа, министр внутренних дел не имел права инвестировать в фирму Аф Италия, поскольку не оформлял необходимых разрешений. Порушение закону в частности декларирования и совмещения посад, я вважаю, є подставой для начала криминального проведения НАБУ, Генеральной прокуратуры Украины и отсторонения на час проведения соответствующего расследования министра Авакова с посады министра внутренних дел. Это итальянская фирма, которая занимается коммерциейной деятельностью, инвестиционной деятельностью. Я так понимаю, на которую сегодня записана невероятная количество маян и нерухомостей, которые покупал Аваков за кордоном. И новые подробности о незаконном обогащении замначальника Главного следственного управления НАЦПолиции Дмитрия Буха. Журналисты издания «Страна Юэй» утверждают, что НАПК спустя рукава проверяла декларацию этого чиновника. В агентстве не нашли ни конфликта интересов, ни роскоши, в которой купался Бут, и даже декларацию переписать позволяют. Хотя за два года левой руке министра Авакова удалось обогатиться на 2 миллиона долларов. О еще одном человеке из окружения министра мы расскажем позже, а сейчас детальнее о Дмитрие Буте. В Национальном агентстве по противодействию коррупции закрыли глаза на стремительное обогащение зама начальника Главка следственного управления НАЦПолиции Дмитрия Бута. Об этом речь в расследовании журналистов издания «Страна Юэй». Еще 23 августа на сайте агентства появилась информация о том, что проверка декларации Бута, который за последние два года обогатился на 2 миллиона долларов, завершена и претензий у НАПК к скандальному чиновнику нет. Буту лишь указали на то, что он не задекларировал собаку элитной породы. Внимание, стоимостью 120 тысяч гривен. Хотя ранее журналисты раскопали прикопанные силовиком гараж и две квартиры площадью более 200 квадратных метров в элитном комплексе «Новопечерские липки», который он оформил на супругу. А в конце 2014 года, по данным СМИ, Дмитрий Бут приобрел роскошный дом в селе Горениче под Киевом, оформив его уже на отца. Стоимость особняка более 1 миллиона долларов. По данным журналистов, сверхдоходы силовика могут быть связаны с участием в рейдерстве и захвате бизнес-структур. В СМИ не раз писали о том, что протекцию скандальному чиновнику оказывает лично министр внутренних дел Арсен Аваков. Этим, возможно, и объясняется нежелание на ПК привлекать его к уголовной ответственности, говорится в материалах «Страна Юэй». Наши журналисты готовят сюжету о скрытом имуществе и сверхдоходах замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута, о том, как он обогатился на 2 миллиона долларов при скромной зарплате, и о том, как ее скрыть, и как все это не замечает на ПК. Смотрите завтра в подробностях. Миллионные махинации во Львовском горсовете. Прокуроры подозревают подчиненных Андрея Садового в незаконной передаче земли. Как работала эта схема, выясняла Галина Якушко. 14 миллионов гривен потерял городской бюджет Львова из-за действий чиновников горсовета. Такое заявление сделали сегодня в местной прокуратуре. Подчиненные Андрея Садового якобы передали земельный участок площадью 60 соток на улице Антоновича. Сначала одному из подконтрольных коммунальных предприятий, а потом и вовсе в частные руки. При этом абсолютно бесплатно и без аукциона. Сейчас на этом участке рынок. Здесь около 100 мафов. Сюда их переместили с бывшего рынка Санта-Барбара около года назад. Поскольку на том месте Марлевова решил построить новую трамвайную развязку. Но работникам рынка такое решение не понравилось. В городском совете никаких нарушений в бесплатной передаче городской земли не увидели. По их мнению участок якобы остался в имуществе города. Место не могло брать, потому что место есть властником данной региональной отделки до этого часа. Оно надало коммунальному предприятию постоянное использование. Коммунальному предприятию, которое тоже належит месту. Тем временем в прокуратуре уже начали досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением. Виновным грозит до шести лет тюрьмы. Галина Якушка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Оптимизация в действии. В селе Топиловка Черкасской области теперь будет только младшая школа. Родителям остальных детей депутаты посоветовали найти спонсоров. Чем все закончилось узнаем от Станислава Кухарчука. В червне нам сказали, что может школу закрыть, но остаточного решения нам не говорили. Отличница Юля, как ее одноклассники, в этом году не пойдет в школу в своем селе. Их переводят в соседнюю за пять километров. До 2010 года школа была на балансе сельсовета, а потом ее передали Чагиринскому райуправлению образования. С тех пор это уже вторая оптимизация. Вначале забрали детей с 9 по 11 класс, теперь всех остальных. Останутся только начальные. Закуплено умывальничек для детей около туалета, закуплены обои на детский садочек, на игровую комнату. Все это купили за счет родителей и спонсоров. Никто до последнего не верил, что школу закроют. Вот и готовили классы к новому учебному году. Но районные депутаты, которые приняли такое решение, оказались непреклонны. В районном отделении образования директору объяснили, на Топилевскую школу нет денег. Нам сказали, отчукуйте деньги. Ну, если хотите, чтобы была школа, отчукуйте, чтобы вам спонсор допомогли отримать вас. Это же чиновники от образования сказали и нам. Содержание обходится слишком дорого. Госубвенция позволяет тратить на одного ученика 14 тысяч гривен в год. А в Топилевской школе эта сумма достигает 40. С районного бюджета выделить додатковые деньги еще уже неможливо, поскольку район является почти на 90% дотационным. И денег в районном бюджете не хватает. Принятое решение депутаты Чигиринского райсовета могли бы отменить на последней сессии. Но поскольку ни родители, ни директор дополнительных источников финансирования не нашли, этот вопрос даже не рассматривали. Так что 1 сентября в Топилевскую школу пойдут учиться только самые маленькие. Станислав Пухарчук, Павел Тимошенко. Подробности. Телеканал Интер. Черкасская область. Новые визовые ограничения готовит администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Речь идет о сокращении виз по программам культурного и трудового обмена. В том числе для работы летом по программе ОУПЭ. Это работа в семьях с параллельным изучением языка. Пока неизвестно, отменят ли их вообще или же усложнят процедуру получения. Такое нововведение может затронуть не менее 100 тысяч человек. Ураганные последствия Харви. Разрушительный шторм, который в эти выходные терроризировал американский штат Техас, принес с собой наводнение. Оно может стать рекордным. Что сейчас происходит в районе стихийного бедствия, узнаем от Дмитрия Нопченко. Он стал самым мощным ураганом на территории Америки за последние 12 лет. С тех пор, как в 2005-м на страну обрушилась Катрина. Последствия которой в Новом Орлеане до сих пор не до конца ликвидировали. Харви оценили в 4 балла по 5-бальной шкале. 300 тысяч человек остались без света. Есть раненые. Нью-Йорк Таймс сообщила о 5 погибших. И хоть к этому моменту ураганный ветер утих, главная угроза сохраняется. Масштабные наводнения. Они грозят крупнейшим городам Техаса, в том числе и столице штата. Люди, передвигающиеся по залитым водой улицам на лодках, тут теперь обычная картина. Полицейским катерам приходится подбирать тех, кто не может выбраться из домов самостоятельно. Я ездил по этой дороге каждый день. Это просто безумие. Дорога превратилась в реку. Это все очень страшно. Сейчас мы передвигаемся по менее затопленным участкам, осматриваемся. Но не думаю, что в ближайшее время мы куда-нибудь сможем уехать. Чтобы помочь местным жителям, на выходных прибыли 3 тысячи бойцов Нацгвардии. Еще тысячу экстренно переправили сегодня. По данным ФЭМА, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, помощь понадобилась почти полумиллиону человек. Ситуация все еще не стабилизировалась. Мы до сих пор не восстановились. Мы думаем и планируем, готовим спасательные команды. И это миссия по спасению жизней. Стихия дорого обошлась Америке не только из-за масштаба восстановительных работ. Техас – нефтяной штат. И сразу три крупнейших компании остановили работу своих перерабатывающих заводов. Там всего за сутки производили до 2 миллионов баррелей топлива. И рынок уже сейчас лихорадит. Дональд Трамп отрапортовал ситуацию под контролем, спасенных тысячи, и объявил, вылетит в Техас уже завтра, чтобы на месте во всем разобраться. Для него это первый ураган за время президентства. Во время избирательной кампании Трамп жестко критиковал Обаму. Мол, как мог глава государства во время страшного наводнения в Луизиане уехать в отпуск и играть в гольф. Поэтому сейчас президент просто обязан показать пример и личного участия, и эффективного решения проблем тех, кто пострадал от ударов армии. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала «Интер». Странный туман накрыл южное побережье Великобритании. Более ста человек попали в больницы с проблемами дыхания, раздражением глаз и горла. Из-за химического облака непонятного происхождения эвакуировали целый поселок в Восточном Сассексе. Полиция призывает жителей близлежащих городов и сел не выходить на пляжи, не открывать окна и двери в домах. Пока непонятно, что стало источником этого загадочного тумана. Как только я приехал на пляж, у меня стали зудеть глаза. Сразу ко мне подошли пожарные и сказали идти домой. Мощный взрыв в Багдаде. Есть погибшие и раненые. Теракт, вероятнее всего, дело рук ИГИЛ, но эту версию еще проверяют. Тем временем армия Ирака завершает разгром отрядов халифата на своей территории. Все подробности расскажет Сергей Ослендер. Взрыв произошел в Садре. Это район иракской столицы, населенный преимущественно шиитами. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух рядом со знаменитым рынком Джамиля. Там всегда много людей, видимо, поэтому террористы и выбрали это место для проведения теракта. По поводу пострадавших поступают противоречивые данные. Но вот по последним 9 человек убиты и втрое больше ранены. Военные оцепили район в поисках других взрывных устройств. А спасатели эвакуировали раненых и до сих пор ликвидируют последствия теракта. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за это. Но есть предположение, что взрыв дело рук исламского государства в качестве мести за падение города Тель-Афар. Последний крупный населенный пункт, который контролировали террористы. И который буквально накануне освободили иракские военные. Большинство боевиков сбежали. Наши передовые части уничтожили несколько десятков террористов и пять автомашин с взрывчаткой. Наша броня позволяет бороться с такими движущимися бомбами. В ближайшие дни мы закончим операцию. Бои за Тель-Афар начались 20 августа. Сразу после освобождения Масула иракская армия перебросила свои части к этому городу. Но в отличие от Масула, который иракцы больше года отбивали у террористов, Тель-Афар удалось освободить сравнительно быстро. Хоть и не менее напряженно, боевики оказывали ожесточенное сопротивление. Активно использовали смертников, дистанционно управляемые фугасы, автомобили, начиненные взрывчаткой. Но во время Масульской операции военные приобрели колоссальный опыт ведения городских боев. Поэтому Тель-Афар все же освободили с минимальными потерями. Отряды террористов сейчас отступают на территорию Сирии, в район Дейр-Эс-Зора. Там находится фактически последний укрепленный пункт халифата. На территории Ирака их уже почти не осталось. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Очередная волна протестов в Румынии. Тысячи людей вышли на центральную площадь Бухареста и других городов, митинговали против судебной реформы. Люди не согласны с планами министра юстиции. Тударелла Таадер хочет самостоятельно назначать прокуроров и руководителей управлений по борьбе с коррупцией. Напомню, в начале этого года в Румынии уже проходили многотысячные акции протестов. Правящая коалиция собиралась амнистировать коррумпированных чиновников. Тогда предшественников нынешнего министра юстиции под давлением протестующих отправили в отставку. Зачем Илон Маск отправил Теслу под землю и где можно получить срок за целлофановый пакет? Об этом и не только в нашем обзоре. В США продается ферма Марка Твена. Новым владельцам предлагают выложить за нее почти 2 миллиона долларов. Имение автора книг о Томе Сойере расположено вблизи города Рейдинг в штате Коннектикут. Этот дом площадью 340 квадратных метров на участке 7 гектаров земли. Писатель купил ферму в 1860 году и назвал в честь младшей дочери. Ферма Джин. Самый строгий в мире закон против полиэтилена вступил в силу в Кении. Отныне целлофановые пакеты в стране нельзя ни изготовлять, ни импортировать, ни использовать. Иначе штраф до 38 тысяч долларов или 4 года тюрьмы. Людям советуют использовать многоразовые эко-сумки. На такой шаг к кенийским властям пришлось пойти из-за катастрофической ситуации в стране. По подсчетам ООН, каждый месяц там используют 24 миллиона новых пластиковых пакетов. Позже они становятся причиной гибели птиц, рыб и животных. Илон Маск испытывает подземные тоннели под Лос-Анджелесом. Создатель Тесла и SpaceX показал на своей странице в Инстаграме пробный заезд электрокара Model S по подземному тоннелю. Он создан, чтобы избегать пробок. По задумке Маска, авто спускается под землю на специальном лифте и на тележке едет к пункту назначения по магнитным рельсам со скоростью 200 км в час. Идею изобретатель представил еще год назад. Сейчас построена только часть подземной дороги от города Хоторн, где расположена штаб-квартира SpaceX до аэропорта. Около 50 тысяч любителей Средневековья собрались на рыцарский кемпинг в Сербии. В стенах крепости монастыря Манасия представители 17 европейских стран упражняются в битве на мечах, готовят средневековые блюда, демонстрируют оригинальные костюмы и доспехи. Фестиваль проводят уже в третий раз. В этом году небывалое количество участников приехало благодаря сериалу «Игра престолов». Многие хотят примерить образ жизни любимых героев. Дарт Вейдер теперь командует не только войсками Галактической империи, но и казахстанскими музыкантами. В Астане на выставке «Экспо-2017» антигерой киноэпопеи «Звездные войны» с помощью светового меча дирижировал оркестром. Он появился на сцене во время очередной композиции и прогнал основного дирижера. Таким образом, артисты обыграли шутку местных жителей о том, что главный павильон Казахстана внешне похож на «Звезду смерти» – боевую космическую станцию из франшизы. Любители поплавать с маской и трубкой в болоте собрались в британском Уэльсе. Там состоялся чемпионат мира по болотному снорклингу. Самих пловцов было немного, а вот зрителей гораздо больше, ведь чемпионат – очень увлекательное зрелище. Конкурсанты переплывали 50-метровую траншею вместе с домашними любимцами, надувными кругами и даже тортом ко дню рождения. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, легкой недели и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова